КВН – игра, которой более 50 лет состязания в остроте юмора, интеллекте и сценическом мастерстве. И, как выясняется, среди юных берчан немало именно таких ребят. Пока злобная пандемия накладывала вето даже на шутки и смех в реальном формате, сообщество КВНщиков ушло в онлайн-подполье. И вот юные шутники вновь на сцене вживую. Конечно, команды некоторые отсеялись, потому что не все в таком режиме хотят работать. Но в данный момент мы, да, активизировались и надеюсь, что будет все более лучше, чем раньше. Среди преданных доброму юмору и открытой лиги КВН «Бердский острог» участники первой игры в реале – три команды гостей из Новосибирска, сел Завьялова и Новокремлевская. Вообще разные темы. Выдумываем что-то свое или какие-то ситуации в жизни берем чаще всего даже. То есть в жизни много смешного происходит. Мы как-то выступали, получается, в каком-то году, уже не помню, давно, и затронули политическую тему с тем, что у нас в селе не было света, не было фонарей. И нам потом их поставили. Четвертый участник игры – команда Бердского медколледжа. Шутливый посыл можно заметить уже в ее характеристике. Название – медсестры со Свердлова стрит, а капитан – ироничный парень. Кто кроме меня? Если кто, если не я, вот так можно сказать. Я в жизни веселый, находчивый. Наша команда называется «Медсестры» со Свердлова стрит. Дальше думайте сами. Оценивали шутки молодых весельчаков. Шутники бывалые. Бывшие игроки высшей лиги КВН и те, кто начинал КВНовское движение в Бердске. Победителем первой игры нового сезона стала команда «Многоточие» из Селаново-Кремлевская. Но главное, как говорят приверженцы открытой лиги КВН «Бердский острог», клуб веселых и находчивых жив, а значит, поводов для улыбок и смеха будет в жизни больше.